Дорогие друзья, салат из капусты вашему вниманию, потому что это вкусно, это история и самое главное называется он кремлевская хряпа, потому что любимый салат Леонида Ильича Брежнева, который он с удовольствием потреблял у нас в России, так и недавно вот это слово хряпать, ну жрать, да, оно было вообще очень популярно, поэтому я даже не спрашиваю, есть ли у вас капуста в холодильнике. Полка чина лежит, я проводил опрос среди своих знакомых, не нашел ни одного, у кого бы не было полка чина капусты в холодильнике, которые лежат уже полгода и никто не знает, что с ними делать. А тут как раз на пол кило капусты, пару морковок, большая луковица, большая свекла, так как я любитель пикантного, не болгарский, а острый перчик добавлю, а те, кто не любит, может не добавлять вовсе. Но идея совершенно простая, просто проще не бывает. Итак, сначала капуста. Значит, у меня есть овощечистка, и многие спрашивают, типа, почему у овощечистки с двух сторон? Может быть, как-то ее туда вытащить, поменять местами, чтобы чистить вот этой стороной? Вы знаете, нет, в частности, с капустой, например, я вот таким образом начинаю резать и туда, и сюда. Получается очень удобно. Лезвие, лезвие, это слово лезвие было. Лезвие с двух сторон позволяет очень тонко и удобно нарезать капусту, двигая овощечистку в обе стороны. Капуста у меня молодая, и она местами здесь у меня, конечно, отваливается. Это я порежу ножом, а вот как раз твердую часть, твердую капусту, краснокочанную, кстати, которую очень сложно нарезать тонко, можно нарезать вот так, с помощью овощечистки. Друзья, у нас в магазине появилась вот такая вот керамическая гастроемкость или емкость для запекания. Здесь более тонкая стенка, кому вдруг понадобится, зайдите, посмотрите, в описании есть ссылка. Лук надо нарезать тонкими полукольцами. Вообще, салат этот для своего времени был самый оптимальный, с точки зрения, ну, то есть, историки такие, типа, мол, вот это любимый салат Брежнева. Ну, все-таки, обычный человек может подумать о чем, типа, что Брежнев-то был такой непритязательный человек, и круто, не хотел он черную есть там целыми днями, да? А на самом деле, в то время, вот это был один из самых популярных салатов, в принципе, вот если размышлять о советском строе, о советской кухне, вот об этой книге о вкусной и здоровой пище, вообще ничего предосудительного. Лук, капуста, все доступное, уксуса полно в стране, самого обычного 9%, сахар, соль, растительное масло. Я не удивлен, что этот салат был не только, я думаю, что, скорее всего, любимый брежневский, но и там вся политверхушка с удовольствием его ела. Кто-то подражал Брежневу, а кто-то соглашался с тем, что, ну да, что, салат вкусный, простой. Самое главное, каждый его может приготовить, и, ну, косяков никаких не произойдет. Не накосячит повар, как говорится. Теперь терка для корейской моркови, мандолина любая. Главное, толстым не делайте. И соломочкой раз-раз-раз. Во-первых, так есть удобнее. Во-вторых, как раз того времени салатики прекрасно заходили соломочкой, поэтому здесь не крошево для борща, здесь такой салатный вариант на корейской терке. Просто почему на корейской? Да, маринуется лучше, быстрее, есть, красиво лежит в салате, в салатнике. Туда же свеклу. С точки зрения здоровья, это же вообще чистка желудка. Есть даже отдельный такой салат, не помню, как он называется, который рекомендуют из сырой свеклы, именно из сырой моркови. Если бы не уксус, друзья. Уксус, конечно, теряет всю нашу пользу. Давай. Здесь уже ножка началась. А ее терка с трудом забирает. Давайте я чуть-чуть. Это только потому, что я вот так захотел. Вообще это не ингредиент этого салата, но пикантный перчик даст свой вкус дополнительный, острый. Поэтому я хочу его сюда добавить. Не настаиваю на мое авторство уже. Все. Дальше маринад. Маринад очень простой. Обычный 9% уксус. Вот смотрите, примерно как получается у нас где-то полстакана уксуса. Значит, нет, четверть стакана уксуса. Мы же на полкило берем. На килограмм полстакана уксуса. Короче, четверть стакана уксуса 9%. Пол столовой ложки соли. С горкой как будто бы вот мы так сделали горку, так вздвинули пальцем. Вот. Вот. Тут еще должна быть горочка такая. Немножко добавим. Вот так. Три ложки сахара. Соль, сахар, уксус. Значит, оливка, растительное масло обычное. Слушайте, ну как, треть стакана надо? Давайте я на глаз попытаюсь. Треть стакана. Маленькую лаврушку. И зубчик чеснока. А, это еще не все. Воду обязательно. Полтора стакана воды. Самый главный лайфхак в нашей жизни какой? Как только закипит, нужно попробовать. Если вы понимаете, что сахара или соли недостаточно, то вы на свой вкус должны добавить. Кто-то любит прям, чтобы, вот как у меня сестра, она любит, чтобы сладостью больше было, да? А я, например, для меня сахар чуть пониже, соли чуть больше. А для нее соль меньше. Тут все зависит от ваших потребностей. Здесь вкусов-то полно. Просто их нужно подчеркнуть. Либо сильнее, либо слабее. Как только закипело, сразу же этот маринад выливаем вот сюда. Так, заливаем, 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 заливаем. Горячим маринадом. Ну, потому что, во-первых, он быстро остынет. Ну, бояться этого не надо. Все, сахар, уксус и соль сделают свое дело через двое суток. Его рекомендуется употреблять через двое суток. В общем, значит, через пять часов. Мы не сняли этот кусочек, сразу честно признаюсь. Но через пять часов салат был светлый. Безусловно, более свежего вкуса я попробовал. Видите, сейчас он весь выкрасился полностью. Выглядит как борщ. По вкусу, конечно, намного вкуснее борща. Хотя, что-то отдаленно напоминает борщ. Но, главное, это то, что через двое суток, вот сейчас двое суток прошло. Ровно двое суток. Все промариновалось. Через пять часов он съедобный, более свежий, более хрустящий. Хотя и здесь тоже хрустящий. Там, знаете, хруст такой, как будто бы еще ничего не промариновалось. Но лук сильно пахнет. Я попробовал через пять часов. Лук не промаринованный, он свежий. Дает вот это у вас во рту такой луковый привкус. Сейчас, конечно, я стою слюни, глотаю, потому что я уже попробовал с самого утра. Я понимаю, почему называют этот салат хремлевская хряпа. Потому что его можно хряпать и хряпать. Попробуйте обязательно сделать его дома. Ну, потому что это можно в консервацию спокойно. Вот смотрите, двое суток простоял, промариновался. Он может простоять и две недели. Спокойно. А его не надо готовить на всю зиму, тонну. Приготовьте вот там килограмм того, этого, этого. Закатайте четыре баночки. И вы там за месяц его съедите. Уксуса здесь достаточно. Ничего не пропадет. Только в холодильнике, конечно, надо хранить его. Под водочку, под коньячок, под что угодно. Просто бомбическая штука. Кантошки отварил, положил. В сто раз вкуснее квашеной капусты. Хотя нет, это сравнивать нельзя. Это разные вещи. Я к тому, что приготовьте несложное блюдо. Получите массу удовольствия и кайфа. Всего доброго. До свидания. Это вкусно.